так друзья если у нас с вами эфир в эфире ли мы с вами видите ли вы меня а также слышите ли вы меня видите и слышите то есть видно и слышно получается коллеги приветствую я александр молчанок и это очередное 33 занятие нашего с вами года денег непростая сегодня тема будет вообще последние последние несколько эфиров они у нас будут такие достаточно сложные и скажем так вот эта сложность да она основана на том что мы мы выходим на такую территорию в которой нет каких-то таких нет каких-то жестких критериев до чтобы можно было сказать вот это черное вот это квадратные да мы начинаем двигаться в каком-то очень меняющимся мире но именно действия наши в этом сложном меняющимся мире они дают нам результат вообще вот если мы смотрим на что называется всеобщая теория всего да если мы смотрим на мир да вообще в целом нам кажется что это какой-то хаос да то есть много всего происходит много разных событий да и они хаотичны и они друг с другом как казалось бы на первый взгляд они ничем не связан но что такое хаос хаос эта система в которой мы не видим связи то есть это не значит что связи нет просто они очень сложны их очень много и мы их все охватить не можем и и мы все время существуем в сложных системах и мы сами тоже являемся сложными системами и жизнь что такое если мы будем говорить как бы ну такими терминами научными да что такое жизнь жизнь движение да это развитие и мы не можем управлять этим движением управлять этим развитием сознательно да если мы не можем оценить вот этот хаос все все это огромное количество систем которых мы существуем и для того чтобы двигаться нужно упрощать наше видение нужно вводить какие-то фильтры для того чтобы видеть те связи которые нам нужны в той или иной ситуации и не всегда это получается очень часто цена установления таких связей она слишком велика и она не стоит того например когда мы варим кофе например да мы не просчитываем движение каждой молекулы в нашем кофе когда мы его варим но мы упрощаем действие да там нажатие кнопки на кофемашине и все остальные процессы нас не интересует мы одно действие сделали мы получили результат да то есть мы все все взаимосвязи мы не просчитываем более того можно еще такой более более как бы такой яркий пример привести когда я в свое время сдавал на право я так и не сдал два раза сдавал так и не сдал потом плюну понял что нет это не не мои и да при этом парадоксальным образом у меня мне были готовы дать на школе учились ездить на тракторах я мне были готовы дать права на этот трактор и я категорически отказался получать сказал что если мне понадобится право тракториста это будет означать что я абсолютно неудачник кончили поэтому этот этот мост я для себя сожгу а вот и вот когда мы учились ездить на тракторах да помимо того что ездить нас гоняли очень очень сильно очень круто гоняли там мы должны были задом двигаясь задом с телегой въехать в ангар 3 этих самых в три конца движения оцениваться но мы параллельно нас заставляли изучать этот сраный трактор то есть как он работает все эти коленвалы там не коленвалы да и это мне никак не давалось я не очень понимал зачем я должен это знать зачем я должен знать как устроен трактор я должен знать что если я поверну роль вправо он поедет вправо верну в левом поедет или все и что мы делаем для того чтобы двигаться я вам об этом говорил да я просто повторю да вот эту стратегию действий да то есть мы определяем наши ценности определяем то что для нас важно исходя из этих ценностей мы ставим цель дальше находим тех людей которые уже достигали этих целей и изучаем какие действия они делали для того чтобы своих целей достигнуть дальше делаем эти действия получаем результат оцениваем его результат да и если у нас устраивает да мы его масштабируем если он нас не устраивает то мы корректируем действия делаем какие-то другие действия вот эта лаборатория это стратегия лаборатории да то есть мы знаем каким результатом примерно приведет действие да и мы предполагаем что результат действия может быть таким условно я напишу пост я получу там продажу до или не получу да но я знаю что в результате этого действия с неба не посыплются фиолетовая жад и вот примеры таких опытов провести бесплатную консультацию например написать продающие письмо написать пост с высокой вероятностью это приведет к продаже какого-то нашего продукта да это опыт это эксперимент насколько это понятно эта часть если понятно напишите понятно если есть какие то вопросы по этой части то задайте вопросы и сейчас я думаю я думаю что вы пока не понимаете куда куда это он колонит сегодня действительно сложная тема я прям несколько несколько недель я вокруг нее кружил как как не подойти ну надеюсь что мы сегодня ее с вами распинаем тихо разберем таки вроде понятно да мы знаем примерно мы предполагаем какой результат принесет действие мы его делаем смотрим сравниваем действие с искомым результатом если что-то не то да то мы результат действие чуть-чуть корректив однако бывают ситуации когда мы этот результат заранее просчитать не может какие этой ситуации ну например увольнение с работы да мы результат увольнения с работы просчитать не можем там все что угодно может быть через там через месяц после того как вы уволились с работы развод тоже все что угодно может быть наоборот устройство на работу женитьба брак новая дружба и так далее так далее да ты человека не знаешь там все что угодно может быть может он тебя убьет и расчленит и в канал сбросит переезд другой город или страну смена направления деятельности и даже найм человека на работу да и вот это как бы большие сложные действия да но могут быть и маленькие действия результата которого мы не знаем например когда вы пробуете скажем какой-то новый новый канал рекламный там и так далее да тоже вы можете полу как угодно можете результат получить вы не знаю потому что информация не располагается так нужно тестировать и проще то есть да можно там начать собирать информацию изучать и так далее так далее да там потратить какое-то время для того чтобы изучить но очень часто бывает так что проще условно говоря 1000 рублей вбросить и посмотреть а какой будет результат чем 10 часов потратить на сбор на информации там условно говоря об этом человеке то есть действие результат которого не зависит от нас или нам неизвестен это ставка да то есть это не эксперимент вы ставите деньги время действие какое-то свое ставите да и дальше получаете какой-то результат что этот просьба проба новой площадке это проба нового действия проба нового способа действия почему эта ставка потому что сопутствующие факторы сложнее до изучение всех сопутствующих факторов сложнее чем действие до которые ты делаешь для того чтобы их править вот например я гуляю с ребенком там мы катаемся на самокатах по району вот и он очень любит поехать куда-то вот прям вот на все четыре стороны вот мы туда еще не ездили поехали туда поехали что там может быть ну например может быть гребаные ничего мы вчера с ним поехали ехали ехали до приехали просто при приехали выехали на шоссе энтузиастов вот выехали посмотрели развернулись и обратно поехали да мы могли конечно взять достать карту посмотреть что там есть изучить да и принять решение там не ехать туда но гораздо проще было взять потратить 20 минут съездить съездили посмотрели да ну вот мы теперь знаем что там там ничего развернулись поехали нормально 20 минут потратили своего времени могли потратить там два часа на изучение к казино да то есть мы из лаборатории перемещаемся в казино и вот как в казино мы не можем просчитывать вероятность успеха да и он не зависит от количества повторений да то есть в идеале там нет закономерности если мы смотрим вот орел и решка да какова вероятность того что выпадет орел 50 на 50 да если выпал орел какова вероятность что следующий раз выпадет решка 50 на 50 а если 10 раз выпал орел какова вероятность что в следующий раз выпадет решка напишите в чате вот мы делаем подбрасываем монету орел и решка 10 раз подряд выпал орел какова вероятность того что в следующий раз выпадет решка так сначала ценности потом цель потом план действий так совершенно верно мы об этом сейчас мы на этом не будем зацикливаться мы с вами отдельно говорили о целях о ценностях два года назад 50 на 50 то есть от того от количества повторений до вероятность не меняется она как было 50 на 50 она так 50 на 50 осталось допустим масштабировать это не может мы не можем сказать так окей 10 раз подряд падала решка да значит сейчас вероятность того что выпадет верни выпадал орел до выпадет решка она выше или ниже поэтому сейчас я 10 миллионов рублей на это поставить 50 на 50 либо либо есть какая-то закономерность которую мы не видим да например а он выпал 10 раз подряд этот орел выпал потому что там смещенный условно говоря центр тяжести да и там всегда выпадает орел сколько раз ты не подбросишь всегда выпадает орел помните разомкратце мертвы до подбрасываете все время выпадает голова как это может быть ну например есть такая история про чувака который я не помню точно кто это был давно очень детстве читал который изучал закономерность пытался понять закономерность в казино то есть вот он сидел наблюдал за этим самым как шарик падает вот и в конце концов он обнаружил некую закономерность и стал ставить на это деньги стал выигрывать что же это было за закономерность закономерность была в том что он заметил что рядом с казино со столом стал камин и вот этот стол он чуть-чуть выгнулся и поэтому количество попаданий шариков в определенную лунку было аномально высоким гораздо выше чем во все остальные да то есть существовало чисто физическая причина по которой вероятности резко увеличивается да то есть он нашел фактор который действовал сильнее чем все остальное который перевешивал законы вера вероятности есть хороший анекдот по этому поводу про илью муромца который рубил голову лирмейской гиды одну голову срубил 3 выросла 3 срубил 7 выросла 7 срубил 2 выросла 2 срубил 5 выросла ну и что полчаса рубил никакой закономерности да вот здесь то же самое то что вы выиграли сейчас не значит что вы выиграть и после до повторив то же самое действие так то есть невозможно масштабировать что такое масштабировать помните как герман у пушкина да он получил закономерность тройка семерка тут и он в первый же вечер поставил все свои деньги у него было пятьдесят сорок семь тысяч рублей потратил на тройку до состояние удвоилась на следующий день он потратил девяносто четыре тысячи поставил да и опять выиграл и в третий раз он поставил уже 188 тысяч рублей если бы он выиграл в этом случае да он унес бы с собой так 370 376 тысяч рублей вот это и есть масштабировать да то есть мы знаем что там все закончилось плохо да то есть мы ставки мы можем масштабировать действие когда то есть мы лабораторное действие можем масштабировать действие в В казино мы масштабировать не можем. И логично было бы предположить, что люди, понимая, как это работает, вот очевидно, мы с вами разобрали, что масштабировать это нельзя, что люди избегают ставок. На самом деле люди постоянно делают ставки и при этом легко ставят все, что имеют против черствой булочки. И очень часто все проигрывают на одной тупой ставке. То есть, что я имею в виду? Когда человек рискует, условно говоря, с счастливым 20-летним браком ради левого перепихона, вот это именно такая безумная ставка. То есть человек думает, а вот я тут могу что-то выиграть. И ставит что-то, что гораздо дороже. И в бизнесе тоже совершенно точно, когда люди репутацию свою ставят, когда люди деньги все свои ставят, да и проигрывают. При этом, что интересно, я про это уже несколько раз говорил, на мой взгляд, эта мысль, она прям очень важна, и это одна из тех вещей, которые надо поменять. Вообще вот на уровне нации, на уровне страны надо поменять, на уровне цивилизации нашей. У нас очень популярна идея единственной ставки. То есть русская культура – это культура единственного шанса. Да, то есть я попробую заниматься бизнесом, попробую открыть бизнес, и если у меня не получится, значит, это не мое. Я попробую писать книги, и если это не получится, это не мое. И у меня это, естественно, тоже есть. Я выше говорил вам про машину. Попробовал сдать экзамен на права, не сдал, и бог с ним. Но на самом деле я не из-за этого не вожу машину. Я не вожу машину из-за того, что я в 14 лет разбил машину и чуть не убил отца своего при этом. Это такое сильное на меня впечатление произвело, что я с тех пор так и не могу заставить себя сесть за руль. Ну и плюс я живу в Москве. В Москве водить машину – это безумие. Что должно быть вместо этого? Вместо этого все время делать маленькие ставки. Да, и нужно прям себе говорить, я сейчас делаю ставку. Ставить нужно небольшие деньги, небольшое время. Да, то есть, когда мне предлагают, допустим, а давайте вы там, а хотите разместить у нас там где-то объявление за 500 рублей? Я, а почему нет? Ну, у меня есть там лишние 500 рублей, почему бы мне и не поиграть с вами в казино? Да, пожалуйста, даю, смотрю. Ну, да, если мне, допустим, симпатична площадка, то почему бы и нет? Да, если я, хотя бы один человек оттуда придет, окей, прикольно. Да, он мне окупает эту ставку там многократно. Если не приходит, ну, как бы я готов с этими деньгами проститься, потому что для меня это не эксперимент, для меня это именно ставка. И нужно иметь возможность делать много ставок постоянно в течение долгого времени. И нужно постоянно иметь возможность проигрывать. Да, то есть быть с этим окей. Проиграл, и как бы нормально. Выигрыш при этом может быть очень большим. То есть один единственный выигрыш может окупить вообще все ваши ставки за всю вашу жизнь. И вот важно, я еще раз повторю, я это как бы зафиксирую, потому что это и есть самая главная мысль. Да, что иногда проще сделать ставку и зафиксировать результат, чем тратить много времени и ресурсов для того, чтобы этот результат предсказать и просчитать. Но к этому нужно относиться именно как к ставке. Да, и не слишком рисковать. Например, вот мы с вами там писатели-сценаристы, да, на меня в свое время в детстве очень сильное впечатление произвела книга Гарина Михайловского, особенно первые две части, «Студенты и инженеры». И вот, значит, когда он уже инженер, да, он пишет повесть и отправляет в журнал. И он загадывает, если эту повесть напечатают, значит, я писатель. Если нет, то, значит, у меня нет таланта. Ну, и ему отказывают, не публикует. Вот это единственная ставка. Я интуитивно, опять же, отталкиваясь от этой стратегии, я прочитал, я подумал, тут что-то не то. Почему? Ну, отказали, и что? Может быть, не подошло, может быть, не поняли, не прочитали. И в конце концов, почему человек сразу же, первый же повесть должен написать гениально. Да, должен же опыт какой-то наработать писательский. Я решил, что я буду отправлять свои рассказы в разные газеты до тех пор, пока не найду ту, которая напечатает. И я загадал, что я отправлю 100 рассказов. И я на обоях в общаге отмечал, сколько я рассказов написал и отправил. И я сейчас не помню точно, 11-й или 12-й рассказ у меня взяли в газету, опубликовали, потом второй, третий, и потом предложили рубрику, а потом все, взяли в штат, и я начал работать в газете. Да, то есть я при этом не бил в одну точку тупо одним ударом, да, грубо говоря, в одну и ту же газету отправлять один и тот же рассказ, да, пока я его не возьму. Да, в разные газеты отправлял разные рассказы. Так же, как когда я решил стать сценаристом, тоже много-много лет назад, я написал 100 заявок и отправил в 100 разных кинокомпаний. Да, да, тем самым приобрел навык написания заявок, тем самым приобрел компетенцию, да, общения с кинокомпанией. Да, то есть мне не стыдно обратиться, предложить свои услуги кому бы то ни было. То есть нет этой проблемы. Да, и в конце концов в какой-то момент я получил первую, вторую, третью, четвертую сценарную работу. При этом, да, то есть я сделал 100 ставок. Не одну ставку, а 100 ставок. При этом ни один из проигрышей не имел никакого значения. Да, и мне было достаточно одного единственного выигрыша. то есть важно вот в этом, в этой игре делать так, чтобы вы могли делать бесконечное количество ставок и любое бесконечное количество проигрышей, да, на вас никак не влияло. То есть вы были, я был готов, 100 этих заявок, да, я был готов, что я ни одну, ни на одну заявку никак не отреагирую. Я был к этому готов. Да, но даже одного отклика мне было достаточно. То есть я играл в соотношении 100 к одному. Я не выиграл, не мог. Просто по теории вероятности хоть один-то кто-то мне бы ответил. Ну и ответили в итоге. Да, а не так, что достаточно одного проигрыша, чтобы проиграл, чтобы человек проиграл вообще все. То есть очень часто люди именно таким образом и бизнес свой строят, и жизнь свою строят, что один раз ошибся, один раз проиграл и теряешь вообще все. Я сейчас, кстати, не буду говорить конкретно там про кого, да, но я сейчас вижу довольно большое количество людей среди моих знакомых, которые просто жизнь свою спускают в унитаз там из-за одной неверной ставки, из-за одного неверного действия. Ну окей, как бы, хотите, делайте так. Насколько понятна эта мысль? Если понятно, напишите понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Русская рулетка. Хорошее замечание по поводу русской рулетки. Знаете, что такое русская рулетка? Это когда в револьвер один патрон вставляется, крутишь и стреляешь в голову. И в этом случае одного проигрыша достаточно, чтобы вы проиграли вообще все. А выигрыш ничего не значит. так, есть, понятно. Да, хорошо, идем дальше. Вот я хочу вас попросить, чтобы вы в течение этой недели, я понимаю, что навскидку может быть, это реально непростая тема, не получится так сразу же понять, а что является в моей жизни ставкой, что является опытом. Более того, для одного человека что-то может являться ставкой, а для другого одно и то же самое действие может являться опытом. То есть, условно говоря, если вы пишете первую книгу, для вас это ставка. Если я сейчас сяду писать книгу или сценарий или пьесу, для меня это будет опыт, потому что я знаю, что, где, куда, как и так далее. Когда вы отправляете сценарий кому-то, опять же, для вас, если вы первый раз это делаете, для вас это ставка. Я уже знаю, кому, как, что писать. Для меня это будет опыт. Естественно, есть не нулевая вероятность, что мне, условно говоря, не ответят или скажут, что нам это не подходит. Но вероятность сильно выше, чем 50 на 50. Соотношение 90 против 10. И в итоге мы убираем из этого уравнения понятие плохого решения. то есть мы как бы говорим, что это не плохое решение или хорошее решение. Да, это ставка. И она либо выиграла, либо проиграла. Потому что у нас такая возникает, если разложить по матрице резинхауэра, получаются такие четыре варианта. То есть вы выиграли, то есть вы приняли хорошее решение, правильное решение, и вы выиграли. Отлично. Все, как бы, все окей. вы приняли плохое решение, немасштабируемое. Если вы второй раз это сделаете, это принесет вам другой результат. Плохой. Но вы победили. Условно говоря, украл, плохое решение украсть. По всем параметрам плохое. Но не поймали. Вы думаете, окей, масштабируем, украду-ка теперь больше. Дальше. Вариант. Приняли хорошее решение, но проиграли. Тоже понятная ситуация. Ну или приняли плохое решение и проиграли. Тоже все заслуженно. И в итоге когда вы работаете с неопределенностью, самая правильная история, когда вы говорите, я не знаю, какое решение хорошее. То есть решение может принести результат, может не принести результат. Может быть хорошее решение, может быть плохое решение. Я этого не знаю. И после того, как придет результат, у меня не появится знание о том, хорошее это решение или нет. Мы его не можем масштабировать. Мы по-прежнему не знаем хорошее решение. Оно может дать результат, но оно не дает опыт. И вот эта позиция, что самое главное, что она дает? Что у нас исчезает ощущение проигрыша. То есть, например, если вы делаете 100, вот представьте та ситуация, я вам говорил, я делаю там допустим 100 писем отправляют. Ну или там делаю 100 консультаций. И если я говорю, что действие это хорошее или правильное решение, я каждый раз его принимаю отдельно, если оно не приносит результат, я его беру как грустность на себя беру. Я начинаю думать, отправил письмо, мне не ответили, я такой, я мудак, у меня нет таланта, у меня ничего не получается, никто мне не отвечает. Второй раз отвечаю, оп, уже закрепилось, уже подтверждение, два письма отправил, они ответили, третий отправил, ну все точно, три письма уже отправил, ничего не получается, четыре отправил, все уже полностью идет, то есть идет накопление негативного подтверждения, возникает вот это ощущение лузера, ощущение неудачника, и люди настолько боятся этого, что очень часто они не идут, просто не идут дальше. Я делаю огромное количество ставок, просто безумное количество ставок, я каждый день что-то пробую, что-то новое в соцсетях, да, почему, потому что, во-первых, все меняется, меняется постоянно, и надо держать себя в тонусе, надо быть готовым к изменениям в любой момент, то есть я в любой момент готов к тому, что, условно говоря, вконтакт закроют, еще что-нибудь случится, я туда-сюда, не туда, в фейсбук, в инстаграм, в дзен, то есть все время я держу там 10-15 запасных вариантов, и все время везде тестирую, там вопросы задают, там подарки вселенной, там анекдоты рассказывают, и все время идет какое-то огромное-огромное-огромное количество каких-то ставок, поставил, попробовал, поставил, попробовал, масштабируется, масштабируем, не масштабируется, не масштабируем, да, и когда вы убираете вот это ощущение проигрыша, да, то есть вы говорите, я делаю ставку, сделал, выиграл, выиграл, не выиграл, не выиграл, да, то есть вообще ничего не меняется, да, то есть и у вас возникает ощущение абсолютного спокойствия, то есть нет, у вас, если вы проиграли, не портится настроение да она как бы если вы выиграли вы это ваш выбор радоваться или нет можете радоваться конечно лучше радоваться если выиграли да ну когда вы проигрываете у вас настроение от этого не портится да и вы как бы себе негатив на набор не берете по этому поводу поставил поставил проиграл нормально иду дальше следующий ставки а вот как у меня приятель один мы приехали куда приехать на в российском приехали там казино в отеле вот и он такой типа схожу-ка я а это был еще типа там 2000 какой-то 2000 наверное 2002 год лето 2002 года деньги были немножко другие и он такой типа вот у меня есть там 2000 свободных вот я сейчас схожу их казино проиграть вот и он сходил сделал две ставки по 1000 рублей проиграл их и ушел с отличным настроением как бы ну он был готов выиграть он был готов их проиграть то есть если бы он выиграл забрал бы деньги ушел если бы там то то есть у него не было такого проиграл нет я не могу уйти отсюда лузером я должен играть до выигрыша а он проигрался бы полностью то есть вы принимаете решение что я делаю там то-то то-то до 100 консультаций да и опять же если не получилось если вы сопоставили для себя задачу до 100 консультаций если у вас после 100 консультаций не получилось наверное что-то что-то не то вы делаете данные наверное это не ваше наверное на другое что-то попробовать и соответственно если бы я 100 рассказов отправил и ни один из них не напечатали бы я бы начал что-то другое пьесы писать стихотворение еще что да то есть мы проигрыш фиксируем именно как проигрыш а не как ошибку в расчетах насколько понятна эта мысль так русская закономерность домашние задания во первых я попрошу вас да мы продолжаем подтверждение мы уже так идем к финишу и я хочу чтобы вы в себя этот навык сбора подтверждений встроили и в дальнейшем в будущем да то есть если вы чувствуете что у вас что-то что-то не так пошло с деньгами до чтобы себя вернуть опять в это состояние денежная до денежного магнита просто берете и неделю делайте повторение до 3 фиксации неделя обычно хватает я это делаю я это делал год свое время до его после если я чувствую да и в среднем там раз в три месяца делаю но я в блокнотике отмечаю конечно лучше конечно эффективнее если вы публично делаете и фиксирую фиксирую подтверждение вот потому что но у меня же то у вас есть я у меня то меня нет значит домашнее задание делать небольшую ставку попробовать течение недели делать какие-то небольшие ставки каждый день и при этом осознавать именно вот четко осознавать что это именно ставка и если например у вас есть что-то что вы давно хотели попробовать но боялись что результат будет негативный да попробуйте сделать именно ставку сделать рассмотреть это именно как ставку посмотрите что вы теряете в случае проигрыша да и попробуйте вот прям задача вам сделать пять ставок за неделю и хотя бы один раз проиграть и вот этот проигрыш прочувствовать именно как проигрыш а не как ошибку сделали ставку проиграли и окей с этим и домашнее задание каждый день в комментариях ставка сделано получен такой-то результат ок понятно ли домашка если есть вопросы готов на них отвечать 35 минут уложились я боялся что наоборот два часа два часа буду тему излагать ок все на этом я предлагаю закончить увидимся в следующий понедельник так же как обычно в 12.00 на следующем уроке года денег пока пока Продолжение следует...